Клево всем, друзья! Наконец-то я выскочил на реку, на Кубань. Давно не был, уже конец лета, собаки лают. Уже конец лета, я вот все-таки решился. Все было не до этого, были другие идеи, другие рыбалки. Кубань, как всегда, преподносит сюрпризы. Уровень в этом году воды очень высокий, уже конец августа. А уровень воды, как в том году, в начале лета, довольно высокий. Поэтому, что как будет предсказать, вообще невозможно. Такая вот интересная у нас Кубань. За много лет рыбалки, я, наверное, ни разу не было, чтобы в одно и то же время, лет за пять, чтобы в одно и то же время уровень был воды совершенно одинаковый в определенное время года. Как-то вот так. Поэтому будем стараться ловить рыбу, в первую очередь. Буду рассчитывать на донную рыбу. Густера, подлечик, рыбец, карась. Что будет сказать, не могу. Рыбаков много. Что-то кто-то закидывает, пока не видел, что кто-то чего-то поймал. Поэтому, пока предсказать ничего не могу. Отчеты видео с водоема сильно противоречивые. У кого-то густо, у кого-то пусто. Вот так оно и должно быть. В нашем районе, если густера живет, то подлечик у нас приходящий. Мелкий подлечик не собитает, а более крупные особи, вот 300 грамм и выше, они поднимаются с Азова и здесь останавливаются. И где вот эта вот стая, сейчас никто предсказать не может. Если ты будешь ловить в районе этой стаи, ты подловишь. Если не будешь, то можешь пролететь вообще без улова. Пусть эта стая перемещается. Так что, друзья, пробуем. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, прикормку буду делать тяжелую. У меня с собой две пачки. Плещ черный. И шоколад-макалад. Ни разу еще не брал эту прикормку. Решил попробовать. Мне интересен, в первую очередь, запах ее. Ни разу ее не брал. Сейчас буду изучать, чем пахнет. Да, запах шоколада. Шикарный запах шоколада. Прикормка мелкая, светло-коричная, с крупными частичками. Вот с такой смеси буду ловить. Черная прикормка отдает немножко запахам хлеба, особенно в замешанном виде. И здесь запах шоколада. Вот такой запах. Думал, что добавится до мидии. Не хочу добавлять. Не буду аромамидии добавлять. Хочу положить именно этим запахом. Попробовать, посмотреть в чистом варианте, что получится. Мне нужен тяжелый состав, чтобы прикормка меньше полила. Чтобы на течении как можно плотнее лежала на дне. Основное привлечение рыбы было аромой, которая есть в прикормке. И мелкими частичками, которые в этих прикормках присутствуют, которые в очень малом количестве, но всплывают. Вот вся прикормка комкуется. По идее, шоколад-макалад. Я надеюсь, он тоже не сильно пулящий. Это надо проверять. В первый раз его используют. Но прикормка комкуется чуть-чуть. То есть клейковины есть. Прикормка будет лежать на дне. Так, первый этап воды добавил. Теперь буду добавлять кашу. Каша у меня моя. Шикарная. Здесь пшено. И горох. Сечка. Этот состав я специально разрабатывал именно для ловли на течении. Я их варю так, что все зернышки идут отдельно. Они не слипшиеся. Внутри, снаружи зерно вроде бы слегка разварилось, набухло. Но внутри тверденькое. И горох, и пшено кажется. Как я это варю, можно перейти посмотреть по ссылке. И также ссылку я варю оставлю в описании. Вот такие красавцы. Каждое зернышко отдельно. И это сюда. Красавица. Каждое зернышко нужно отдельно, чтобы не слипалось. Для того, что рыба крупная, если зайдет вдруг на точку, могла находить эти частички и выедать. Именно вот такую консистенцию удается удержать на сильном течении. Здесь нету в этом месте практически никаких бровок, перепадов. Здесь идет плавное понижение до русла. Потом короткий русловой сфалтом в районе метра. И все. И до следующей стороны идет доска. И вот в районе русла нужно создать кормовую линию. И создать это можно только вот такими частичками, которые не сильно крупные, не сильно мелкие. Которые есть шанс, что рыбу удержат. Потому что все, что более крупное, течение просто унесет. Все, что пылящее, течение унесет. Поэтому и нужен именно вот такой состав. Работать буду объемными прикормками. Буду немного темповать. А там все по тому, что захочет рыба. Если она вообще придет и что-либо захочет. Все, первый этап готов. Пока прикормка будет насыщаться, буду искать точку ловли. Вот отлично видно, как всю пыль уносит, а каша остается в точке ловли. О чем я говорю? Моя каша отлично застревает в неровностях дна и не сильно уносится течение. Кормушка. 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 Вымыта. Большое количество каши осталось сразу за кормушкой. Сама прикормка более легкая, постепенно размывается. Таким образом, если кидать четко в одно место, глаз максимально точно, то из каши будет отлично накрытый стол. Для начала мне нужно найти свал. Комары летают. Давно тут не был. Пока ничего определиться не могу. Поэтому ищу именно свал, чтобы встать внизу и не попасть на мелкое плато. Несмотря на то, что при рыбалке на сильном течении положено, чем ищешь точку, на то и ловишь на ту же кормушку, все равно для начала я использую груз, чтобы хотя бы определиться с акваторией. Чтобы примерно начать понимать, что где находится. То есть маркером грузом я пробиваю акваторию, проверяю, где глубины какие. Нахожу примерное расстояние, где находится свал по счету. Потом протаскиванием его цепляю и после этого переставлю кормушку и буду уже кормушкой выискивать именно место, чтобы она у меня в районе свала стояла. Буду менять углы заброса, чтобы кормушка хорошо стояла. Вроде бы определился именно с дальностью заброса. Ставлю кормушку и вот теперь груз тонет быстрее, парусность меньше. Кормушка тонет медленнее, парусность больше. Поэтому, если я буду кидать кормушкой в ту же точку, куда кидал грузом, у меня кормушку снесет дальше. Мне нужно, чтобы кормушка сразу становилась. Сейчас не люблю, когда она прыгает, потому что, если она подпрыгивает хоть два раза, то есть шанс, что там какое-то неровное дно, подпрыгивать будет больше. Поэтому сейчас углом заброса я ищу место, чтобы она становилась четкой. Друзья, при забросе под углом по течению вниз груз кормушки можно уменьшить значительно. Там, где люди будут ловить кормушками в 100 грамм и у них будет нести при забросе под углом, можно уменьшить груз кормушки в грамм до 60-50. То же самое касается и мощности удилища. Если удилище ставим вверх на по течению, получается острый угол и тогда нужно удилище более мощное. Если я удилище разворачиваю вниз по течению, чуть-чуть угол меньше и можно работать более меньшим удилищем, кивертип не будет сильно изгибаться. Вроде бы последняя проверка и вроде бы все нормально. То есть я кидаю под углом вниз по течению и также располагаю удилище под углом вниз по течению. В итоге удилищем более легким. На данный момент Hi-Pro Feeder Medium 12 футов 80 грамм. Кормушка 60 грамм. Я умудряюсь здесь им работать. Хотя в основном все ловят 80-100 грамм кормушками и очень мощными удилищами. Проверяю последний раз. Подпрыгивает. Несколько раз, раз, раз подпрыгиваю. Что я делаю? Уменьшаю на один оборот. Чувствую бровку, я за нее цепляюсь. То есть нашел, все отлично. Но мне нужно, чтобы кормушка приземлилась чуть-чуть ближе. Выбранный угол заброса. Отлично. Слегка подпрыгнула немножко и встала. Все. Точка найдена. Ну что, друзья, прикормка готова. Начинаю кормить. Положу сейчас пять кормушек. И потом кормушечка. Пять штук запуливаю. И на рыбалку. Первая пошла. Четко. Теперь главное четко ложить в одну точку, чтобы там накрыть стол. Моя каша довольно тяжелая. Будет забиваться во все неровности. Даже в ямках песка, между камней она лежит. Великолепно тяжело. Не сносится течение. При ловле на сильном течении очень важный процесс следить за подсыханием прикормки. То есть, если у меня задача ловить рыбу со дна, не пылить, не звать уклейку, чихонь, шамаю, то мне нужно, чтобы прикормка максимально вся оставалась на дне и расползалась полосой по течению в небольшом расстоянии. Для этого нужно следить за подсыханием прикормки. Как только чуть-чуть подсохло, обязательно сразу водички перемешивать. Ловить приходится прямо напротив солнца. Немного некомфортно. Ну, а что делать? Ну, что, друзья, точка закормлена. Поводочек и в бой. Начнем с 12 на 0,12. 30-сантиметровый поводок. Монтаж у меня с фидергамом. На фидергаме есть вот такой узелок. Петельку поводка накидываю и подтаскиваю к узелку. Все, никуда не денется. Друзья, ну и по традиции с одного красного опарика. сначала нужна мелочевка подойти и для нее для разминки то, что доктор прописал. Ну, что, друзья, на рыбалку первую в бой. четко в точку. Гостера уже на точке. Первая поклевка сразу, буквально через 3-5 секунд. Кто там? Ну и рыбчик маленький. Небольшой рыбец, друзья. Вот такой небольшой рыбчик. Поклевка. На 8-й секунде поклевочка. Это второй заброс, что будет дальше неизвестно, лучше или хуже. Очень часто такое бывает, что первый час, полчаса клев бешеный, а потом стихает. Кто в этот раз? А вот небольшая густера маленькая. Густерка. Прикольно. 4 заброса, 4 рыбы. Но мелкая пока. Но никто не ждет, что крупная подойдет сразу. А вот когда мелкая затихнет, тогда есть все шансы, что это кто-то ее согнал. Или хищник, или рыбка покрупнее. Такая помощнее поклевочка на червячка. Но все равно червячка помощнее клюнул. Кто-то упирается, друзья, упирается. Кто тут? Ой, какой рыбчик, друзья. Это уже шикарный рыбец. Грамм на 300. Ребятки, вот он, красавец, он там, скушал червячка. Вот это в поруло. Червячка пока веселее, чем на опарыша, друзья. Что там? Упористый. И опять отличный рыбчик, друзья. Смотрите, на червячка рыбчик хороший. Это мне нравится. Это мне нравится. В том году было очень много судака. Прямо над берегом гонял. Теоретически ловился на фидер. Я их несколько штук поймал. Сейчас вот сижу, мелкий хищник гоняет по над берегом, но это именно мелкий. Не видно серьезная рыба. То есть гоняет видно окунёк, судачок, бершик, может мелкий жерешок, но крупного судака нет. Что-то что-то есть у бегемота. Уклейки под берегом просто тьма тьмущая стоит. А в том году в это время мелкий карасик пару сантиметров длиной стоял. Тут густерка неплохая скушала. маленькая неплохая но мелкая неплохая последствия которая сегодня ловилась. Кукурузку кто-то клюнул друзья. Густера там голодная дайте хорошая густерочка дайте мне пожрать хочу садила вот вот это была поклевка так сход что-ли нет что-то сидит не пойму вот это всадила вот это мощнейшая поклевка была пока что-то сидит кукурузки ого ребята это монстр это просто монстрячья шимая друзья вот такая шимая смотрите просто огромная просто монстряк красается и запах рыбы сразу идет спина толщина что-то есть на кукурузку карасик что-ли карасик друзья отличный карась сразу поклевочка на черве кто-то густера такая красавица толстенькая пока рыбалка шикарная все отлично клюет рыбы валом разнорыбец удовольствие полные штаны друзья иди сюда на кукурузку кто-то хорошо клюнул давай давай рыбка ой погода замечательная сегодня не жарко пока еще утрянка ветерок продувает кайф кайф когда рыбка клюет вдвойне кайф опять шамая шикарная шамая опять друзья просто огонь вот такая смотрите шамая по рыбе пока все отлично рыбка есть она клюет клюет разнообразная можно немножко сортировать насадками на что-то лучше на что-то хуже на что-то одна рыба на что-то другая клюет и это кайф и это кайф охренеть отстрел курус курус кушает рыбка солнышко поднимается и припекает конкретно сегодня обещали это 35-36 днем тепленько друзья монтаж я использую инлайн с фидергамом вижу сам как я их вяжу можно перейти посмотреть по ссылке также в описании оставлю ссылочку чтобы легче было искать прикормка получилась один в один под цвет камушков которые здесь возле берега до свала идут один в один цветом иди сюда хорошее ввалило что-то неплохое ху-ху-ху бьется рыбка есть какая-то на червячка кто-то сейчас узнаем если не сойдет кто там кто там кто там кто-то ого ого подлещик походу нашел подлещик неплохой такой грамм 300 больше вот такой красавчик шикарный 300 400 наверное грамм 400 ребятки вот такой красавец подошел грамм 400 точно есть есть подошел опять отстрелил вспомнил что у меня есть с собой еще одна катушка на ней более толстый штур сделаю сейчас шок-лидер тут рыбу надо ловить а я фигней занимаюсь червячка один вот так в принципе клюет на все рыбы валом просто валом два раза не отстреливал точку не терял было бы веселее приходилось каждый раз искать и раскармливать заново кучу времени потратил неимоверно хорошенько выпирается какой как бьется шикарно рыбчик хороший вот это рыбчина друзья вот это да вот вот красавец шикарный хорошая поклевочка что-то есть что-то есть какая-то рыбка не пойму или сошла есть 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 какой-то бойчик рыбчик что ли опять да такой же офигеть шикарный рыбчик ловится рыбец просто огонь не уходи побудешь со мной друг я вот такой красавец пошел ловить дальше только отвернулся только отвернулся такой загибище хотел время посмотреть перед этим была полная тишина карась 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 вообще сейчас не сопротивляется почему-то волоком идет хороший карасик вот это он клюнул по-взрослому друзья и почему-то она у вас вообще не сопротивляется сначала есть а потом ложится на бок и выходит только отвернулся взять часы время посмотреть и карпово закипу дочка поехала ну что друзья три часика половил рыбы валом еще не потратил кучу времени на два отстрела походу галимы что вчера купил отстрелы идут и все мне не понравилось поставил новый шнур отстреливается что-то мне надо его проверить хорошо что нафиг выкинуть рыбы валом клюет на все с утра первый час неплохо ловилось все подряд на все подряд потом был момент включилась неплохо кукуруза и довольно хорошо работала потом кукуруза стала похуже включился опять череп рыбы валом с прикормкой все отлично вся моя прикормка отлично сработала рыбу позвала в огромном количестве три часа рыбалки плюс мучения килограмма четыре поймал мне более чем достаточно все клюет рыбы много ловить можно до новых встреч друзья